Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чашки блюдца и пенопластовая лошадь. В Самаре началась подготовка декораций для празднования Масленицы. Художники у станка искусства после революции. В Самаре представили картины из собрания Государственной Третьяковской галереи. В Самарской области назначили временно исполняющего обязанности министра промышленности и торговли. Пост занял Андрей Шамин. Об этом Самара ГИС сообщил собственный источник. Напомним, накануне в революции министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев ушел в отставку. Сегодня стало известно, что он возглавит крупнейшее предприятие по производству аккумуляторов АО «АКО». Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров губернатора Дмитрия Азарова и акционера АКО Малили Игнатьевой. Выявленные дефекты сварки на Самара-Арене устранят до 20 марта. На оперативном совещании в правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова рассмотрели вопрос о работе и перспективах развития стадиона Самара-Арена. Подробности в нашем сюжете. Все дефекты, которые были выявлены на Самара-Арене, устранят до 20 марта. Об этом стало известно на совещании, которое в режиме ВКС провел глава Самарской области Дмитрий Азаров. В акте приема стадиона указан ряд замечаний, но все они не носят критического характера. Это отражено в акте приема стадиона от Российской Федерации. Так точно. Коллеги, вот это очень важно, что когда стадион сдавался, мы принимали вот эти уже там выявленные дефекты, мы все отразили, мы приняли его в таком виде. Во время ежедневного утреннего обхода была обнаружена трещина на сварочном шве, но ситуация не критична, поскольку речь не идет о несущей конструкции. Трещина на сварочном шве на горизонтальной связи. Прошу всех услышать меня и еще раз подчеркиваю, что не на консолях, которых 32, а на горизонтальной связи. Если простым языком, это горизонтальная труба. Все неисправности по гарантии устранит организация, которая строила объект. Также Виталий Иванов рассказал о планах по развитию стадиона. Уже есть договоренности о размещении на стадионе спортивных секций подразделения технопарка «Жигулевская долина», заточенных на проекты Самарско-Тольятинской агломерации и школы спортивного ТВ. Завезены первые экспонаты в музей самарского спорта. Кроме того, ведутся переговоры об организации на территории парка экстремальных видов спорта и парка развлечений с элементами дополненной реальности. Глава региона подчеркнул, что очень важно иметь конкретный план работы с ориентаторами и жестко соблюдать сроки его реализации. И поручил председателю правительства включить достижение цели и задач по развитию стадиона в КПИ дирекции учреждения. Виктория Шарая, события. В октябрьском районе Самары на улице Подшипниковой продолжается строительство нового детского сада. Его возводят на месте бывшего ведомственного учреждения по нацпроекту «Демография». Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Бетонирование монолитных стен подвалу уже выполнено на 85%. Гидроизоляция цокольной части здания на 35%. Более чем наполовину готово устройство перекрытия подвальной части здания. В целом физическая готовность объекта сейчас 9%. Детский сад будет рассчитан на 112 мест, 21 из которых ясельные. Также в учреждении будут созданы группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Самаре продолжают устранять последствия коммунальных аварий, которые произошли в период резкого похолодания. Жильцы многоквартирного дома на Дыбенко-23 рассказали главе города Елене Лапушкиной, что из-за утечки на сетях неделю в подвале стояла горячая вода. Самарцы стали переживать, что из-за ЧП может случиться короткое замыкание. Глава города выехала на место и поручила коммунальщикам как можно скорее откачать воду, чтобы определить источник проблемы. Буквально через час специалисты выяснили, что авария произошла на трубах с горячим водоснабжением. После откачки воды из подвала нашли и сам источник утечки. Проблему оперативно ликвидировали. А тем временем Самару вновь накрыл снегопад, второй за последние пять дней. Продлится он по прогнозам синоптиков до вечера. Служба благоустройства управляющей компанией и районной администрации должны встретить стихию во всеоружии, отметил на еженедельном совещании первый замглавы города Владимир Василенко. Более двухсот единиц техники и примерно полтысячи дворников сегодня убирают снег на городских территориях. Более двух тысяч дворников работают во дворах, чтобы Самара жила обычной жизнью. Кроме того, в порядке нужно держать остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подходы к ним и тротуары. Также первый вице-мэр распорядился усилить работу по уборке скатных кровель. В связи с потеплением в ближайшие дни возможен сход снега и наледи с крыш. Информацию о работе всех организаций отрасли по этому направлению отслеживает Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству. Продолжает вестись работа по вывозу снега на специальные полигоны. За прошедшие сутки утилизовано более 9 тысяч тонн снега. Все, я обращаюсь к замам глав районов, к директорам управляющих компаний, работают до 19 часов включительно, чтобы были видны дворники, работала техника. В полном объеме даешь информацию, начиная с 12, потом в 3 часа и окончательно на 19. Чтобы потом не было у нас непонимания в этом вопросе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 49 тысяч 82 человека. Такие данные 2 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Число больных COVID-19, которые находятся на амбулаторном или стационарном лечении, постепенно сокращается. Поэтому с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. В случае роста заболеваемости их вернут для оказания помощи больным с коронавирусом. О чем еще говорили на оперативном штабе по борьбе с COVID-19, расскажем в нашем сюжете. За неделю заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась у людей в возрасте от 7 до 50 лет. В то же время чаще стали болеть дошкольники и пенсионеры. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, число больных коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном или стационарном лечении, постепенно сокращается. Поэтому с сегодняшнего дня в лечебных учреждениях региона 850 коек переходят в штатный режим. Однако в случае роста заболеваемости их вернут для оказания помощи больным с COVID-19. На сегодняшний день в регион поступило более 128 тысяч доз вакцин гам-ковид-вак. Свыше 100 тысяч человек привиты одним компонентом. Почти 40 тысяч человек закончили вакцинацию. В феврале за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима было составлено около 5,5 тысяч административных протоколов. За прошедшую неделю проведено почти 300 проверок многоквартирных домов по соблюдению санитарной обработки мест общего пользования и 27 рейдов в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. По всем фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы. Понятно, что мы не можем сейчас запретить людям ездить. Мы и так максимальное количество транспорта выводим на линию. Но понятно, что оно справляется с пассажиропотоком за счет максимальной нагрузки. Коллеги, здесь нам совершенно очевидно нужно продолжать просто наказывать, штрафовать, привлекать органы внутренних дел, как мы выясняли, для этого. Это более эффективно происходит. Но без этого мы, конечно, ситуацию не изменим. При очень строгом соблюдении санитарных требований пройдут проводы зимы – «Масленица», фестивали студенческого творчества «Веснушка» и «Самарская студвесна». По итогам заседания штаба поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Также будет увеличено количество рейдов в общественном транспорте. Ограничительные меры действуют в регионе до 14 марта, в том числе обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Виктория Шарая, События. В Самарский регион поступило еще более 9 тысяч доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Препараты доставили в медицинские организации региона. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Особое внимание старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями. С подробностями наши корреспонденты. В Самарскую область поступила очередная партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК для профилактики новой коронавирусной инфекции. 9400 доз. В Новокуйбышевске первично привились уже почти 3000 пациентов. У Дмитрия Лепихова вахтовый метод работы. Для того, чтобы защититься от вируса и не проходить каждый раз обсервацию, мужчина решил вакцинироваться. Сейчас те люди, которые привились, они не смогут заехать на объект уже без обсервации. Соответственно, это лишние две недели мне не сидеть. И платить там мало, соответственно, когда сидишь на обсервации. Тем самым я сэкономлю время для себя, семьи своей. Активно прививаются и сотрудники предприятий региона. Всего на сегодня в Самарской области привито более 104 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию почти 42 тысячи человек. Начинают прививку хронические пациенты, особенно пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это пациенты-хроники, так называемые декретированные группы. Это медицинские работники, социальные работники, учителя. Дистанционно записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки необходимо выбрать услугу записи на вакцинацию от COVID-19. Даже при отсутствии электронного расписания жители могут оставить заявку, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию. Никита Колосов, Мэриэл Чан, События. Вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Главная задача, над которой работает Кабмин, это поиск источников финансирования для того, чтобы индексация проводилась ежегодно. У россиян скопилось рекордное количество свободных денег. Индекс исследовательского холдинга вырос на 82%. Этот показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Как рассказали эксперты, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции. Такую динамику можно объяснить в том числе сезонностью. В первый месяц года показатель традиционно находится на пике, так как после Нового года граждане снижают свои траты. Поставщики оливкового масла предупредили российские сети о повышении цен на продукцию. Причиной роста цены стал неурожайный для оливок год в Испании. Страна, в которой находится примерно половина мирового производства, столкнулась с засушливой и жаркой осенью. Также свою роль сыграл рекордный по силе за полстолетия снежный шторм, прошедший по Испании в январе. По прогнозам, меньше обычного соберут оливок и фермеры в Греции и в Италии. Недостаток сырья в сочетании с высоким спросом уже привели к подорожанию оливкового масла в Европе на 40%. Рост цены на него в России составит до 15%. Официальный курс доллара на 3 марта 74,58 рубля, евро 89,57 рубля. Нефть марки Brent 65,96 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре разбираются в причинах крупного пожара, который произошел накануне вечером в центре города. Возгорание возникло на чердаке деревянного двухэтажного дома по адресу Самарская, 96. Огонь охватил площадь в 320 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал. Районные власти сразу оказали им всю необходимую помощь. Андрей Горгуленко продолжит. Сообщение о пожаре в доме номер 96 по улице Самарской к спасателям поступило в половине шестого вечера. Прибывшие подразделения определили, что в доме горит чердак. С огнем, который охватил более 300 квадратных метров, боролись 93 спасателей и 21 единица техники. Они не допустили распространения огня на соседние деревянные дома. Через два часа открытый огонь был ликвидирован, и пожарные приступили к проливке конструкций здания. На месте пожара было создано 4 боевых участка, работало 8 стволов, курс 8, 8 звеньев ГТЗС, проложены 2 магистральных линии. Задействованы также 4 трехколенных лестницы и одна автолестница. На момент пожара в доме находились 14 человек. Они были эвакуированы, никто не пострадал. Для жителей сразу организовали пункт обогрева в автобусе и пункт временного размещения. Жителям предложен пункт временного размещения на Ленинской 156. Все жители установлены, зарегистрированы, и с ним проводится работа. Также всем жителям сообщили о порядке получения материальной помощи после пожара и о возможности предоставления маневренного жилья, если это необходимо. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В год 60-летия первого полета человека в космос Самарский университет продолжает Всероссийский конкурс инженеров-исследователей «Спутник». Проект международный. В нем принимают участие школьники России и зарубежья с 7 по 11 классы. В этом году на суд жюри ребята представили 469 работ. Тематика большинства из них – космическая отрасль и инженерное творчество. Как долететь до Луны на астероиде, узнала Ольга Павлова. Поехали! Участник одного из самых престижных конкурсов в области исследования и проектирования Андрей Сазонов в финале. Девятиклассник создал робота для очистки донных сооружений. По проекту машина должна убирать ил из донных лагун и очищать прилегающую к ним территорию. До 9 класса Андрей обучался в обычной общеобразовательной школе. Таланты и способности ребенка заметили и пригласили в региональный центр одаренных детей. Времени на разработку проектов у школьника стало больше. Это было мое решение. Меня туда позвали. Я согласился. Родители даже были до последнего дня экзаменов не в курсе про это. То есть это был сюрприз, да? В этом году участие в конкурсе приняли более 10 тысяч школьников из России и стран зарубежья. В основном это учащиеся с 7 по 11 класс. 469 работ представили на суд жюри. Из них 50 проектов вышли в финал. Большинство из них коснулись космической и инженерной отрасли. Отдельные работы и вовсе поразили воображение членов жюри и удостоились печати в ежегодном альманахе, который выпускается силами сотрудников Самарского университета. Один мальчик сделал проект, где он осваивает астероиды для того, чтобы на них перелетать от планеты к планете. То есть бурит там, соответственно, туннель, залазит туда и летит дальше в качестве, ну так, используемой полезной нагрузки себя. Вот. И на самом деле это очень, на мой взгляд, реальный проект, потому что, а зачем лететь на ракете, когда можно долететь до ближайшего астероида, который уже летит. Победителей пригласили в Самарский университет в рамках третьего очного этапа конкурса. Ребята ознакомятся с деятельностью учебного заведения, примут участие в научных проектах и получат возможность дальше развивать свой потенциал. В этом году конкурс «Спутник» отмечает свое пятилетие. И если на его старте предпочтение отдавалось студенческим проектам вуза, теперь возможность представить свою работу появилась у школьников со всей страны и мира. Со временем пришла такая идея, что необходимо провести более сложные мероприятия, более комплексные, для того, чтобы собрать школьников со всей страны. И чтобы было ориентировано не только на тех, кто готовится к поступлению, но и на более младшие классы. Поэтому конкурс рассчитан как раз с 7 по 11 классы. И мы выполнили эту миссию, чем мы и гордимся, что мы собрали школьников со всей страны. Завершающий четвертый этап конкурса пройдет в октябре этого года на базе оздоровительного комплекса «Артек». Победители исследовательских проектов получат возможность не только отдохнуть и провести время с пользой. Финалистам обещают начислить дополнительные 10 баллов к общему результату ЕГЭ. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Самарские ученые аграрного и медицинского вузов разработали портативный аппарат для диагностики состояния здоровья крупного рогатого скота. Это ноу-хау в сельском хозяйстве, не имеющий аналогов в современном отечественном животноводстве, рассказывают изобретатели. В чем его преимущество, узнала Гульфия Сафина. Удобность измерения, мы снизу-сверху просто подносим эти датчики, измерение происходит. То есть корову просто в стойло ставим, она не лебнет ничего, быстро. Пару минут и здоровье буренки диагностировано с предельной точностью. Самарские ученые аграрного и медицинского вузов разрабатывают первый в истории современного российского животноводства портативный ультразвуковой эхо-остеометр. С его помощью фермеры и ветеринары смогут быстро и легко выявлять у животных остеодистрофию, точнее дефицит кальция, а также рахит на ранних стадиях. Прибор по своей специфике простой, но очень нужный. Мы сейчас базируемся на крупноргатом скоте, потому что это непосредственно проблема, которую сейчас уже надо решать, потому что мы из-за проблемы, которую мы решаем, миллионные убытки теряем в год. То есть только мы подсчитали, только самарскопы 700 миллионов рублей теряют в год, то есть за снижение продуктивности, только по молоку мы посчитали, не считая то, что на мясо, убой вынужденный. Благодаря новому изобретению фермеры смогут вовремя понять, как чувствует себя корова и скорректировать ее питание. Так риски потерь поголовья сократятся в разы, подсчитали создатели. Прибор разработан на основе советского прототипа, который не выпускается уже почти 30 лет. Впрочем, эхо-остеометр 21 века будет намного удобнее и функциональней. За это время элементная база ушла вперед, стала компактнее, появились процессоры, появились быстрые АЦП. Эта задача, она мультидисциплинарна, здесь есть и акустика, и математика, и программирование. Будет компактный прибор весом 2-3 килограмма и с передачей данных на мобильное устройство. Сейчас прибор – это, по сути, набор микросхем, соединенных с компьютером. Но уже летом разработчики обещают выпустить первую опытную модель. До этого времени предстоит поработать над точностью считываемых данных и программным обеспечением. Все результаты исследований будут автоматически вводиться в таблицу учета для контроля динамики состояния здоровья животных. Гульфия Асафина, Сергей Баскин. События. Чашки, блюдца, баянистые 150-килограммовая лошадь. В Самаре готовят декорации к масленице. Художники изготавливают новые арт-объекты, которые представят на площади Куйбышева с 12 по 14 марта. На каком этапе работы узнала мэри Елчан. Декорации из пенопласта вскоре появятся на площади Куйбышева. Уже месяц без выходных мастера готовят новые арт-объекты к проводам зимы. Для того, чтобы почувствовать атмосферу масленицы, фигуры выполняют в духе атрибутов народных праздников. Будет самовар, будет комплект из четырех чайных пар, чашка блюдца. И будут инсталляции с качелями, где будут фигуры мужичок с гармошкой, водоноска, конь и еще делается петух на основе дымковских игрушек. Сначала художники нарисовали макеты будущих арт-объектов, затем создали формы из пенопласта, которые покрыли стеклопластиком и зашпаклевали. Сейчас мастера раскрашивают объекты в соответствии с задуманным узором. Пенопласт – уникальный материал для декорации, говорят рабочие. Он отталкивает влагу, что особенно важно при создании инсталляции под открытым небом. Также пенопласт легко украшать и наносить любые рисунки. Уже на следующей неделе начнутся монтажные работы по установке фигур. В этом году массовых мероприятий проводить не планируется. В то же время на площади будут созданы условия для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и фотографирования. Тематический масленичный комплекс на площади Куйбышева будет работать с 12 по 14 марта. Мария Илчан, Константин Головин. События. Искусство в период самоопределения и идентификации себя как пролетариата. В Самаре открылся совместный проект Третьяковской галереи, областного художественного музея и галереи Виктории. На открытии выставки художники у станка «Искусство после революции» отправилась Мария Левина. Две картины Александра Дайнека написаны с разницей в одно десятилетие. На первой изображена одинокая девушка, на второй написанная уже в 30-х годах прошлого века группа лыжников. С появлением в стране коллективизма его можно заметить и на полотнах. Работа Дайнеки, как и остальных авторов на выставке художники у станка «Искусство после революции» отражают духу времени и оставляют следы. Здесь и серпы молот, и красная звезда. По работам можно читать, как менялась со временем страна. Живопись, которая пыталась именно сраститься с властью, с тенденциями, повторюсь, с народом, помогать строительству коммунизма, то есть вся эта живопись должна была быть революционной и чуть ли не полезной. Выставка посвящена исканиям советских художников в начале становления советской власти, когда перед искусством стояла проблема самоопределения и идентификации себя как пролетарского. Все картины представлены на выставке из собраний Государственной Третьяковской галереи. Семь работ привезли из Москвы, а не часть постоянной экспозиции. Например, «Милиционер», вышедший из-под кисти Константина Вялова в 1923 году. Молодое советское государство покупало работы современных художников и формировало из них коллекции, которые были отправлены в 32 региональных центра молодой страны. И одна из самых представительных коллекций была отправлена в 19-20 годах в Самару. Выставка – совместный проект Третьяковской галереи, областного художественного музея и галереи «Виктория». Самарский филиал Третьяковки, даже не успев въехать в новое здание, заставил говорить о своих проектах не только самарцев, но и ценителей искусства всей страны. Для нас изначально была важна вот эта стратегия до открытия, до запуска, сделать выставки. Вот эти выставки, они как бы для нас такой процесс интеграции, по сути. Чтобы не получилось так, что вот открылось здание, и мы вдруг начинаем искать какой-то проект и понимать, как это все устроено. А вот сейчас уже мы работаем и общаемся с нашим зрителем. Познакомиться с работами художников у станка можно до середины апреля. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самарагис, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»